Стамбул, красивейший древний город на берегах Басфора, давно пользуется популярностью у российских туристов, но волейбольные болельщики знают и о силе местных волейбольных клубов. А этим летом знаменитый Фенер Бахче взорвал трансферный рынок и пригласил в свои ряды молодых и перспективных российских игроков Анну Лазареву и Арину Федоровцеву, чем прилег к себе дополнительный интерес наших болельщиков. Совсем скоро Фенер Бахче предстоит встреча с казанским Динамо Акбарс в групповом этапе Лиги Чемпионов. Во-первых, впечатлениях от игры в знаменитом турецком клубе я решил поговорить с нашими девчонками, а также узнать меня их главного тренера Зорана Терзича. Для этого нам придется оставить европейскую часть Стамбула с ее историческими достопримечательностями и переправиться в азиатскую часть, где располагаются достопримечательности волейбольные. Исторически Фенер Бахче располагается в районе Кадыкёй. Здесь же находится 50-тысячный футбольный стадион и совсем неподалеку тренировочная база всех команд клуба. Как и все районы Стамбула, здесь очень оживленно, но есть и вот такие уютные уголки. Наш разговор прошел в кафе по соседству с базой, на территорию которой, к сожалению, из-за коронавируса попасть не удалось. Вот этой дорогой каждый день наши волейболисты ходят на тренировки и возвращаются обратно. На этом, пожалуй, хватит лирических отступлений. Слово к главному открытию мирового волейбола этого года нашей юной звездочке Арине Федоровцевой. Да, мне кажется, о таких решениях не жалеют. У меня все супер. Развиваюсь. Новый этап в моем росте как игрока. Это все замечательно. Ну, причин, на самом деле, достаточно много, но я думаю, самое главное, она очевидна, это тренер Зоран Терзич. Очень хотелось с ним поработать. Очень большой плюс, что он владеет русским. Он очень строгий, очень требовательный, но это то, что как раз мне нужно было, потому что это необходимо мне для работы. Постоянно поправить меня где-то, чтобы не укоренилась какая-либо ошибка. Поэтому могу сказать, что работа с Зораном. Представлений, на самом деле, как таковых не было, но уже успела понять, что очень конкурентоспособные команды все. Первые пять точно могут по кругу друг друга выигрывать, проигрывать постоянно сложные игры, дерби, можно сказать. Вот. В принципе, один вывод. Ну, и, конечно, присутствие мировых игроков, мировых звезд. Ну, это то, что я знала всегда о турецкой лиге. Да, ну, нет, на самом деле, не так легко. Не знаю. Я рада набирать очки для победы, когда мы побеждаем. Важные моменты, возможно, где-то. Но я бы сказала, что это легко удается. На самом деле, у меня есть такая проблема с блоком, потому что я высоко прыгаю, но не переношу руки. И с маленькими игроками это часто проблема, потому что они отыгрывают от меня и все такое. Но именно тот блок, я помню, что я, там, мячей за два, за три до этого, я поняла, что с ней нужно, более, как раз, как я прыгаю, высоко, и все. И, ну, как бы все получилось. Ну, я бы не сказала, что там именно это повернуло. Ну, было приятно, да, что закончилось. Две затяжные партии, но на перевесе выиграли очень хорошо. Я не знаю, внимание меня никак не отягощает, если в этом суть вопроса. То есть, где-то приятно, потому что все равно, когда тебя узнают, когда тобой интересуются, ну, не может быть неприятно. Оно меня никак не отягощает, не давит, мне комфортно. Ну, нужно оправдывать ожидания, единственное, что нужно постоянно, нет вот этого момента, что где-то расслабиться, еще что-то. Я понимаю, что уже много людей достаточно смотрят за моей игрой и из разных уголков мира. И каждый раз настраиваешься на то, чтобы выйти в лучшую свою игру. Наверное, только это добавляет вот это общее внимание. Начало, наверное. Как бы громко не было, но это только начало, я думаю. На самом деле, потихоньку все забывается и перекрывается новыми моментами, потому что их действительно было очень много ярких, и какой-то выделить прям конкретно не могу. Но сейчас на ум приходят победы на Вакивбанке, допустим. Это была очень значимая игра, потому что мы играли против, ну, можно сказать, я, правда, уже говорила в каком-то интервью, что действительно была сборная мира, потому что разные игроки, лучшие игроки, собранные в этой команде. Фенер не выигрывал где-то 4 сезона, по-моему, до этого, ни одной игры. И действительно очень важная игра была для того, чтобы почувствовать свою верность, что мы можем играть, можем побеждать, и в нас это теперь сидит, и это ничем не потушить. Обиды, на самом деле, как таковой не было, потому что я понимала, что я не покажу должный уровень после тяжелого сезона в сборной, и тренеры тоже поняли мое решение. Я, правда, была не в той форме, и кто знает, как бы они выступили со мной. Очень рада за девчонок, поддерживала их как могла. Игорь, к сожалению, не смотрела, потому что они были в ночь. Режим, все-таки я уже была здесь и вливалась в работу, поддерживала всячески. Я, честно говоря, верила. Они даже сами до конца не верили, но у меня вот внутри было это ощущение, что все будет хорошо. На самом деле, стоит сказать, что я думала, что будут выбирать... Ну, так и было, не то, что я думала. Будут выбирать из двух команд. Казань и Москва. Я, конечно, до жеребьевки думала, если бы будет Москва, то хорошо бы было съездить домой. Ну, Казань тоже все равно, в Россию съездить тоже всегда приятно. Не знаю, это очень интересно. Это такая ирония судьбы, можно назвать. Будет интересно сыграть против прошлого клуба, почему бы нет. Девочек знаю, они меня также хорошо знают. Посмотрим, поиграем, не знаю, что еще даже сказать. Анна Лазарева, пожалуй, не так хорошо известна российским болельщикам, ведь последние сезоны она играла во Франции и Корее. Анна является воспитанцей московского «Динамо», а этим летом приняла участие в Олимпийских играх в Токе в составе сборной России. Как и в случае с Ариной, встреча с казанским «Динамо» в Лиге чемпионов будет особенной и для нее. В составе белых-голубых играет ее сестра Екатерина Лазарева. Все время говорят, что нужно выполнять лучшее, то есть нужно достигать именно стопроцентного результата, к которому стремимся. Я вообще, в принципе, очень рада, что в этом сезоне я работаю с Орном, потому что для меня это, можно сказать, великий тренер, но все равно он не войдет в имя. Сколько он с сборной Сербии занял медалей, это тоже большой показатель, и для меня это большая честь. Первые игры были такие волнительные, то есть мы пытались найти игру. Хорошо, что у нас первые две игры были с более слабым соперником, и мы могли как-то раз решаться понять, что да как. В принципе, сейчас уже было пару игр с сильным соперником, Верми, конкурентен сдувать Верми, некоторые игры. И хорошо, что мы выиграли. Ну, была одна игра, где мы проиграли, но, думаю, может быть, эмоционально уже были слабы. Я не считаю, что я прям готова. Я просто хочу это заслужить, я хочу работать, хочу показывать. Я не могу сказать, самое лучшее, приехала. Готова? Нет. Я молодая, у меня еще есть на чем работать, к чему стремиться, и для этого СОРа очень сильно помогает. Я, в принципе, не играла, я стояла на замене, поддерживала, помогала в тренировочном процессе. Получилось так, что я подписала долгосрочный контракт с очень титулованным клубом, и это неожиданность для меня, потому что есть игроки сильнее, которые играют в составе. Я была молодая, мне только показывали, как нужно играть. В последнее время я поняла, что подписывать больше с титуловым клубом, как Динамо-Москва, я больше не могу, потому что мне нужно развиваться. Из-за этого я поехала во Францию, потом в Корею, и в итоге оказалась здесь. Я не зря уехала. Мне очень нравится играть в Европе. То есть азиатский чемпионат, в принципе, очень тяжелый. Огромное количество тренировок, огромное количество игр, огромное количество ответственности. В принципе, на тебя большая ответственность идет, что ты должен забивать огромное количество очков. В Европе в этом как-то более сбалансировано, потому что есть и другие нападающие, которые берут на себя тоже на себя эту ответственность. Например, как здесь в Венера-Бахче, Арина Федоровцева берет большую часть очков. И это плюс, что у вас как-то более-менее сбалансировано. И из-за этого мне нравится играть в Европе. В принципе, более приятный климат. Люди всеобщительные, добрые, гостеприимные. И мне это вот очень нравится, именно Европа. Я, в принципе, очень рада за девчонок, что они решили узнать новый мир, выехать за границу, играть. Это большой плюс для них тоже, не только в русском чемпионате, чемпионате участвовать. Плюс... Просто другая, я думаю, специфика немножко. Другой волейбол. Везде он разный. В России он высокий волейбол. И мы играем как-то более на мощь. Кто сильнее ударит, тот и забьет. Вот. Здесь он может быть более немного хитрый, умный. Ты должен быстрее ударить, быстрее сыграть. То есть, когда ты играешь в быстрый волейбол, не такой... Блоку тяжело подстроиться под быстрые передачи, и ты можешь ударить на разрыве. В России там он такой плотный блок, может прийти тройной, и тебе нужно забить на тройном блоке. И это больше как ты предпочитаешь, где ты больше хочешь играть. В России или за границей, в Европе, в Бразилии, в Азии. Без разницы. Это чисто... Как человек видит себя где. Да, был опыт. Но для меня все равно опыт урожения. Это все равно опыт, то, что мы не прошли дальше. У меня запомнилась последняя игра против Бразилии, когда меня выпустили. То есть, первый состав не справился. Меня выпустили, я тоже не справилась, ничем не смогла помочь команде. И в итоге мы, в принципе, проиграли, как одна команда, потому что никто ничем не смог помочь. Не смогли сдвинуться с одного места. И это и дает опыт двигаться дальше. Есть над чем работать, над чем стремиться. Все игроки должны к этому стремиться, чтобы быть лучше с каждым разом. И именно поражение дает нам об этом знать, что нужно быть лучше. Ну, мне, в принципе, очень приятно. Очень приятно из-за сестры, потому что первая игра у нас будет домашняя. У нас... Правильно? Правильно. И я очень рада, что она приедет, что я с ней наконец-таки увижусь. И, конечно же, всегда интересно играть против знакомых людей. Еще то, что это российский клуб, при том, что это клуб Арины Федоровцевой, бывший клуб Арины Федоровцевой, мне, кажется, тоже будет очень интересно для Арины. Мне, в принципе, было бы очень интересно с любым российским клубом сыграть, потому что все знакомые. То есть мы играли в российском чемпионате, и сыграть против них большое удовольствие. Зоран Терзич – личность уже легендарная. Начиная с бронзы на чемпионате мира 2006 года с командой уже не существующей страны Сербии и Черногории, этот тренер неземенно добивается успеха. Стал чемпионом мира, и пользуется большим уважением у игроков, как вы же сами могли в этом убедиться. Зоран очень любит и уважает наш волейбол, в который пришел в 2012 году, возглавив Амичку. Терзич сходу выиграл единственные медали чемпионата страны в истории этого клуба, а с московским «Динамо» стал чемпионом России. При этом Зоран также стал автором едного из самых болезненных поражений в истории сборной России на Олимпиаде в Рио. Однако Зоран не скрывает своего желания однажды возглавить сборную нашей страны. Ну а пока в его руках наши юные звездочки. Это было немного странно, это было плохое, скажем, и особенно спорт, без спектаклей, это не полностью. Это очень плохое, когда вы играете практически каждую неделю против никого. В первую очередь, особенно, чемпионата, это было закончено в марте, если я помню. Первая сезон, последняя сезон, мы также квалифировали в финале в плей-оффе. Всех ожидает, что это будет замечательные игры, Вакюбак, Феннер-Бахче, но, впрочем, в нашей команде начали корону в самых сложных моментах, в момент финала в плей-оффе. В первой игре мы играли без одного или двух игр, это было 3-2 для Лакиев. В следующем игре мы играли без пяти игр, это было 3-0. И в третьем игре мы не имели достаточно игр, чтобы играть, поэтому чемпионата была закрыта. Практически, я надеюсь, и я надеюсь, что эта сезон будет гораздо лучше, когда мы говорим о короне, особенно. Мы играем на фронте спектаклей, все будет хорошо, до сегодня. Мы увидим, но, это время очень сложное для спорт. Важно, что, в последний период в последний период, в России, в последний период, в последний период, Зарина, что я видел, она не лучшая, но одна из лучших игроков в мире. И после этого тоже Анья Лазарева. Она играла в Корею в последний сезон очень хорошо. Я смотрела ее и решила взять ее в Феннербакце. С начала конкурса мы играли шесть раунды. Эти две девочки были лучшие игроки в Феннербакце. Я не делал ошибки. Я играл очень хорошие игроки. И самое важное, что они улучшили практически каждый день. Они лучше и лучше. Я надеюсь от них, что до конца победы, они играли лучше чем сейчас. Динамо была очень сложная ситуация для нее. Она играла как оппозиция. И первая оппозиция, конечно. Наташа Гончарова, не Лазарева. Я не знаю, сколько игроков в мире могут играть и играть перед Гончаровой. Это было очень сложное для нее. Но после этого она выбрала, и я очень люблю это. Она выбрала, чтобы выйти из России. И она выбрала для всех, что она удерживает. Я не могу сказать, что она лучше чем Гончарова, конечно. Но она показала, что русский национальный тим, что они могут значить на нее много в следующем периоде. Возможно, для русских игроков, не все, но для некоторых, это будет хорошо, когда-то выйти из России, видеть другие лиги, другие игроки, коучи, все. Потому что, если вы проживаете всю свою карьеру в стране, то вы не сможете. Это хорошо для нее, а также для Арине. И я смешиваю, когда в Фенербахче работаем очень хорошо для русского национального тима. Какие фразы выражены на Румынии? Котори, игроки и все остальное, и система волейбола в Италии, Туркии или другом стране немного другого от Русского, поэтому они используются для играть против этих типов и игроков, поэтому будет гораздо лучше для русского национального команды. Вы знаете, вы можете найти многих игроков в мире, которые могут прыгать много, могут ударить очень сильные вещи, и так далее. Как это отличается от Арина и других? Это ее голову, ее голову, первое. Она не боится ни о чем-то. Она играет как, как вы говорите, на русском языке «опитни», 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 «опитни». Она смотрит как 25 лет, а не 17 лет, definitivamente. Это что-то отличное между ее и другими игроками, которые 17-18 лет. Она показывает мне и всем, что она может быть лучшим игрокам в мире. Сейчас она просто нужно научить много вещей, конечно, потому что она молод, поэтому она нужно научить много вещей. И просто всем. Когда я говорю всем, я думаю, что мне, в Фенненбахче, русские команды, или национального команды России, мы должны иметь много пасхи, чтобы ждать за нее, чтобы вырастить, чтобы вырастить, и быть член всем игрокам. Это и у меня очень важно для ее делатьwhat, чтобы вырастить, чтобы вырастить и вырастить, и после этого вырастить много вещей, которые она не уважает себя. Конечно, она может не знать что-то, с 17 лет, что-то про волейбол, Но я надеюсь от нее, что она будет одним из лучших в мире. Да, хорошо. Каждое время она показывает некоторые вещи в игре, вы можете видеть очень очевидно, что она будет отличным игроком. После этого, например, случилось один период в игре, она играет очень плохо. Она говорит, что это абсолютно нормальное для 17 лет, чтобы играть так. Она не может быть на самом уровне в каждом игре и в каждом части. Это практически невозможно. Даже один игрок в мире, в истории волейбола, не играл так, с 17 лет. Никаких. Но, конечно, с некоторыми вещами, что она делает в игре, она показывает всем, что она отличная игроком. Как вы знаете, что они имеют права, если она придет в один туркский команд, не важно, как стара, и все ждет от нее, что она играет в каждом игре, и пытается играть в каждом игре. Это может быть. Но, первое, я уважаю о ней, потому что у нас есть даймонд в наших руках. И если я уничтожил эту даймонд, то что я сделаю? Я никогда не сделаю это. Даже если я не знаю, что Фенербахчев будет потерять в какой-то игре, или в какой-то чемпионсшипе, я никогда не сделаю ее на ее линии. Никаких. Это одна вещь. Вторая вещь. Что вы думаете, если она остается в Казанье, или в любом других клубе в России, и играет в русском лиге? Что вы думаете? Это легче играть в русском лиге, чем в туркском? Девчонки нет. Девчонки нет. Хорошо, качество лиги в Туркии может быть лучше, чем в России. Но вы можете представить, что она играет более чем половина игроков, более чем половина игроков? Нет. Больше чем 75% из игроков, она играет в Истанбуле. Только 25% из Истанбула, и это означает, что из Истанбула один час из Истанбула из Истанбула. Это ничего. В России ситуация абсолютно другая. Я не думаю, что это. Я думаю, что это будет проблем для нее. Это может быть проблем для молодых игроков, как в семье, друзья, школы. Такие такие вещи. Но, конечно, арена, она человек. Первое, она не такая. Она не такая. Она в Истанбуле, как, я не знаю, я вам сказал, как игроков, который играет в Феннербакчете 10 лет. Она чувствует очень комфортно, поэтому это не проблема. Как вы играете в игроков? Как вы играете в игроков? Каждый раз это специальный игрок, когда играете против российских игроков. Конечно, Казань – это очень хорошая клуб, первое, они имеют очень хорошую команду. В этом моменте, с двумя экстра-модельблокерами, с двумя очень хорошими вооружениями, с одним из лучших игроков в мире, Кадочкина, с лучшим русским «Либеро», это очень хорошая команда. Я видел несколько игроков, особенно против «Локомотив» Калининграда и «Динамо Москова». Они еще много игроков, это нормально, это начало сезона, но до конца нового года, когда мы играем против Казань, они играют очень хорошей, и это будет очень интересный, и я надеюсь, это очень хорошая клубка. Конечно, мы сделаем все, чтобы победить, не потому, что мы играем против «Динамо Казань», кто-то в «Лиге», но это будет очень сложный для нас, потому что они имеют очень хорошую команду, очень хорошую командировку, поэтому мы увидим.